Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать повесть Бориса Лавренёва «Ветер», смотрите это видео и будете знать о главном герое Василии Гулявине столько же, сколько и человек, который прочитал эту повесть. Борис Лавренёв «Ветер» написал в начале 20 века. События происходят в эпоху революции в тот же период. На Балтийском флоте служил минёр Василий Гулявин. Автор описывает его так. Каменные скулы, волосатая грудь, есть татухи, красные и синие обезьяны в интересной позе. Эту татуировку ему японцы когда-то набили. Работа у Василия не самая весёлая. Нужно сидеть в трюме у минного аппарата и не двигаться. В трюме воняет всякой хренью, маслом, кислотами и яркая лампочка в глаза светит. Что происходило наверху корабля он даже не знал. Так он служил 3 года. Тяжело было. Вот и стал бухать. Служил вместе с Гулявином лейтенант Траубенберг. Не любил его Василий. За тараканьи усы. По ночам даже снились они ему. Снится как-то, что из-под печки ползёт лейтенант на шести лапках и усами шевелит. Хотел Василий избавиться от этого наваждения, но никак не мог. Даже к персидской гадалке ходил – не помогло. Сказал только, что будет скоро у него червоная дама и большая дорога. Подходит Василий к Траубенбергу и говорит – Варскбродие, т.е. Ваше Высокоблагородие, перестаньте ко мне во сне приходить и усами щекотать. За такое обращение лейтенант посадил его на две недели в мокрый подводный карцер. Там Василий получил воспаление лёгких и в середине января попал в госпиталь. В госпитале было хорошо, тепло, кормили сладкими кашами. А вот зуб на лейтенанта остался. Безногий сосед покойки дал Василию почитать книгу «Почему воюют капиталисты и выгодно и нужна ли война рабочим». Подходит Вася ночью к безногому. – Скажи, а когда будет революция, офицера можно будет пришить? – Всех можно будет. – О, супер! И подумал о лейтенанте Траубенгарге. Тот безногий много Василию о грядущей революции рассказывал, пока не помер в начале февраля. А к концу февраля Василий выздоровел и поехал к знакомой Аннушке в Петербург. Аннушка работала кухаркой у одного инженера. У него уже в доме и жила. Раньше это в норме было. Приехал Вася. Лёг с ней вместе. Аннушка только хотела получить удовольствие, как Василий сел на кровать и сказал… «Что же мы тут валяемся, когда революцию делать нужно?» И посреди ночи ушёл от офигевшей Аннушки. Неделю Василий воевал, врагов классовых убивал, а потом вдруг депутатом стал… Лейтенант Траубенберг с тараканьими усами всё равно по ночам продолжал приходить в сны Василия. А жил Вася у Аннушки, то есть фактически в доме инженера. Инженер был польщён тем, что в его доме живёт депутат. Как-то ночью на улице Василий увидел своего лейтенанта. Тот в революцию сбежал с корабля и прятался в Петербурге у тётки. От Гулявина не спрятался. Зашёл лейтенант в свой дом, Василий за ним и всадил ему под ребро финский нож. На этом ночные тараканьи сновидения прекратились. В июне Василий уже хорошо разбирался в политике и вошёл во фракцию большевиков. Лозунги их ему нравились. «Земля крестьянам, фабрике рабочим» и «Ленин ему нравился, как оратор. Хотел быть похожим на него. А вот дома обстановка изменилась. Инженер, в чьём доме жил Василий, сказал, чтобы Вася покинул его дом. Мол, нехер большевикам в его доме делать. Врезал ему Василий, взял свои вещи и ушёл. Приходит в совет коменданту. Столкновение вышло между народом и интеллигенцией. Жить теперь негде. Дал ему комендант комнату и зажил Василий самостоятельно. Даже женщинами не интересовался. Не до них было. Во время очередных беспокойств на улицах получил Василий по голове. Очнулся в доме буржуев. Пожалел его кто-то, подобрал бессознательным на улице. Там долго не задержался. Встал, поблагодарил и ушёл. Неделю провёл в лазарете, а когда вышел, назначили его инструктором по обучению Красной Гвардии на завод. Нравилось ему на заводе. Переехал из своей комнаты к одному старику-фрезеровщику. Инструктировал Василий хорошо, его отряд был лучшим. В штабе Красной Гвардии дали ему ответственное задание – на юге Украины сдерживать белогвардейские войска и немецкие отряды. Наделили его властью. Вплоть до того, что имел право расстреливать на месте. Ну и само собой отбирать продовольствие у народа во благо революции. Дали Василию начальника штаба – паренька Михаила Строева. Вася сперва подумал, что он ему нахер не нужен, но раз дали – значит дали. Очень скоро Василий понял, что Строя – парень, что надо. И указания давал чёткие, и в бой шёл смело. Как-то поссорились пацаны из-за названия отряда. «Бойцам не нравилось простое – матросский отряд. Придумали!» Международный, смертельный, летучий матросский отряд пролетарского гнева. Василий одобрил. Строев, как услышал, ржал очень долго. Василия это обидело. Строев, конечно же, извинился, но несколько дней после этого нормально о ней не разговаривали. Немцы стали щемить отряд. Отступать нужно было. Решили идти на Крым, где все свои. Перевели вечером к Василию атаманшу Лельку – красивую бабу. Вася сразу поплыл. «Давай, присоединяйся к нам со своим отрядом. Мы на Крым идём!» Строев отвёл в сторону Василия и говорит. «Не нравится мне она. Ниоткуда. Ничто здесь делает. Ничего о ней не знаем. Коли с буржуями воюет – значит наша. Ну, на твою ответственность». Пригласил её Гулявин в своей хате на ночь остаться. Строев быстро заснул, а Васи не спится. Бабы давно у него не было, а тут такая краля под боком. «Вот бы её чпокнуть! – думает Василий. И тут атаманша говорит. – Иди-ка мне под одеяло. Согрею». Наутро осмотрел Гулявин отряд атаманши. Тридцать всадников. Строев заволновался. Чтобы идти на Крым, нужно было Днепр перейти. Остановились пацаны возле Херсона на два дня подождать, пока лёд станет толще. Моста не было. Можно было только по льду перейти. За это время всадники атаманши в город ездили. Возвращались с награбленным. Строев говорит Василию. «В городе говорят, что советские войска – бандиты. Хорошо, завтра разберусь с ними. Атаманша не виновата». «Бандитка она. Революция ей по херу. К стенке её нужно с её всадниками». Атаманша подслушивала разговор. Вбегает. «Меня к стенке» и кинулась на Строева. Тот её быстро скрутил. А Василий вышвырнул сучку из комнаты. Строев. «Хочешь собой рисковать – рискуй. Мной – тоже рискуй. Но сотню матросов нельзя подвергать риску. Моё дело – моя забота». «Понятно. Тогда при первой же возможности я уйду от тебя. Ну и вали». Утром перешли Днепр. Едет Гулявин во главе и злится на себя, что из-за бабы с другом поссорился. Теперь со Строевым всё официально было. На «вы» аж противно. Повернул голову влево. Видит – атаманша красавица. Как такую прогонишь? Подъехал к Строеву и говорит – Миша, не серчай. Слово даю, как приедем в Симферополь – выгоню её. «Помирились, пацаны. Атаманша видела это. Говорит Василию. Что? Помирился с недоноском? Рот закрой, шлюхина морда. Слово пикнешь – нагайкой забью. Ой, испугал… И тут на тебе нагайкой по спине. У рта аж пена появилась. Забил бы её до смерти, если бы разведка в долине показалась. Враги впереди – 700 кадетов с пушкой. А у Гулявина в отряде 500 матросов было. Наступать решили, когда стемнеет. Кадеты открыли огонь. Матросы стали отступать. Тогда Гулявин одного отступавшего пристрелил. Взял его винтовку и всех повёл за собой. Кадеты отступили. Нескольких взяли в плен. Утром Василий проснулся от криков и стрельбы. Убила Атаманша Строева. Строев проснулся ночью от странных звуков и пошёл проверить, что с пленными делается. Взглянул и охренел. Атаманша гвоздь в плечо кадету молотком забивала. Строев приказал прекратить. Атаманша его и подстрелила. Взял Василий её под арест. Собрал свой полк и упал перед ними на колени. – Простите, братцы. Из-за бабы друга потерял. Убейте меня. Никто не пошевелился. Тогда достал пистолет и сам хотел застрелиться. Матросы не дали. Мол, нельзя полку без командира. – Вывели Атаманшу. Думал ты человек, как человек, коли на буржуях пошла. А ты была блядь, блядью и осталась. Ну и подыхай. Отдал Василий приказ расстрелять Атаманшу. Перед самым Симферополем попал полк в засаду. Почти всех матросов положили кадеты. Гулявин с десятком пацанов скрылись с каменоломни. Сидят матросы и думают – нужно выбираться. Если не от пуль погибнуть, то от холода и голода. Вышли бойцы ночью в степь. Холод, ветер, волки. В 6 утра какие-то красноармейцы нашли в снегу человека. Это был Василий Гулявин. Пришла весна. Теперь Василий был комиссаром и председателем Липецкого совнархоза. Два месяца Василий не вставал с лазаретной постели после той ночи в степи. Отмороженные руки и уши зажили. На левой ноге четыре пальца отняли. После этого сняли Василия с военной работы и перевели в Липецк. Скучно было Василию на такой работе – входящие, исходящие, планы, сметы, доклады, инструкции, циркуляры. Всё нужно прочитать, во всё вникнуть, чтобы жулики не обманули. Не затем Гулявин шёл в большевики, чтобы в бумагах крысой копаться. Всякому человеку своё – кто любит огонь, кто воду. Гулявин любил ветер. А совсем худо стало с появлением секретарши Инны Владимировны – дочки бежавшего помещика. Сразу за это не взлюбил её Вася. Тем более, что после атаманши он дал себе за рог даже не смотреть на баб. А та к нему заигрывать стала. Держался Вася. Выгнать даже хотел. А не за что было. Работу свою делала исправно. Но… Однажды пришла на работу в новой кофточке с глубоким вырезом. Встала возле Васи и нагнулась. Глаза сами посмотрели на грудь Инны Владимировны. Вцепился губами Вася в неё и стал тискать. Инна для приличия немного посопротивлялась. И тут в голове мелькнул образ Строева. Перемкнуло Василия. Закричал. «Уйди, сволочь! Убью!» На следующий день пришёл к председателю совета и сказал, что отправляется на фронт. Там у него появился новый помощник с фамилией Няга. Лицо у парня было странное. С одной стороны – пухлое и короткое, с другой – худое и длинное. – Как этот такой человек получился? – Не иначе, как в два приёма, подумал Василий. Храбрый был Няга. В бой шёл смело. В очередном бою взяли в плен несколько белых. Допросил их Василий и приказал потом в расход пустить. Ротмистр говорит – перед смертью дайте самогону выпить. Открутил красноармеец пробку с фляжки, налил самогона и протянул офицеру. Тот выбил рукой чарку. – На пёрсток старому кавалеристу даёте перед смертью. Подавитесь… Заинтересовался Василий. Приказал принести бутылку спирта. Вылил Вася спирт в ведёрко, разбавил водой, достал свою кружку. – А есть ли у вас огурчик? – спросил ротмистр. – Принесли. Разрезал, посолил, положил на хлеб и выпил всё ведёрко. Потом пожелал всем большевикам, чтобы на том свете черти их кишки на турецкий барабан мотали. Понравился этот офицер Гулявину – оставил его в живых. Троих других расстреляли. Няга спрашивает – что ты делать с ним будешь? – Значит так, – говорит Вася. – Ежели человек так пить может, значит из него толк будет. Когда проспится, перетяну его на нашу сторону. И таки перетянул. Ротмистр не дурак, согласился. Вызвали срочно Гулявина к командующему. Оставил нягу за старшего, взял с собой ротмистра и поехал в штаб. Командующий согласился оставить жизнь ротмистру, а Василий получил задание. Поймали красный одного поручика, который ехал с секретными документами к генералу Алексееву. Так вот, теперь Вася должен был ехать к генералу вместо того поручика. Идёт поручик Вася по коридору здания белогвардейцев и думает – чистота. У нас поди окурков бы нашвыряли и всякой блевотиной, а тут не пылинки. Пришёл на приём к генералу Алексееву, а тот благоболен был и приём вёл начальник штаба. Оказалось, что Алексеев знаком был с поручиком Волынским. Потому если бы Василий попал сразу к нему, то его история закончилась бы очень быстро. А так он узнал всё, что ему надо было. Своего помощника с информацией сразу отправил назад, а сам остался. Помощник уговаривал Василия поехать с ним. Мол, задание выполнили. Зачем дальше рисковать? Не мог Вася без проблем на свою задницу. Вместо того, чтобы лечь спать, пошёл в ресторан, где офицеры гуляли. Там позвали его за стол. Один офицер рассказал, как поймали они 17-летнюю большевичку. Привязали её к кровати и целый взвод через неё пропустили. Помутнело в голове у Васи от выпитого. И злобое. Заехал кулаком в лицо этому князю. Всех вас, гадов, перебьём. Выхватил гранату и кинул в офицеров. А сам к выходу рванул. Кто-то успел выстрелом ранить его в плечо. Забежал Вася в какой-то дом, поднялся на чердак и там забаррикадировался. Стали ломиться к нему кадеты. Нескольких положил. А когда патроны закончились, то прыгнул вниз на вытянутые штыки. Вот история Василия Гулявина.